Но одной из самых редких на сегодняшний день по праву может считаться профессия кинолога. Интересуются ею многие, но рискнет освоить не каждый. Правильное воспитание четвероногих требует особенного подхода и терпения от специалиста. Наша съемочная бригада встретилась с теми, кто все же рискнул освоить профессию кинолога. Патимат Ханапова продолжит тему. Задержать нарушителя обезвредит контрабандистов и найти наркотики всего за несколько секунд. Команда и в одно мгновение собака бора, породы, малину обнаруживает взрывчатое вещество. После животное присаживается рядом с находкой в ожидании вознаграждения. Его миссия уже выполнена. Дальше уже оперативники как-нибудь сами. Для ответственной работы подходят не все животные, только служебных и охотничьих пород. Искать у них в крови. При этом техника тоже не стоит на месте. Газоанализаторы для обнаружения запрещенных веществ есть на каждой таможне. Ну а пока самым верным способом остается собачий нос. Без четвероногих товарищей наркотики не найти, особенно если они глубоко запрятаны. Но и даже здесь преступники пытаются сбить собаку. Распыляют рядом с наркотическими веществами перец, иногда ставят рядом тухлую рыбу и сигареты. Но даже здесь собаки не подводят, в отличие от техники. Амай Акаев занимается кинологией уже более 20 лет. Отмечает, что дрессировщикам легче заниматься с теми собаками, которые близки с ними по темпераменту. Как говорится, каждому свое. Сам Акай предпочитает воспитывать немецких овчарок. Ну это более такая собака. Она во всех областях может использоваться. А у вас была любимая собака или есть? Может, кого-то одного можно? Ну, первая собака, она всегда любимая. Была у меня собака такая, Мартин. В 1994 году, как прошел, я ее получил. Мы ее привезли с Астрахани. И мне ее за мной закрепили. Я ее выбрал сам, она мне понравилась. Очень такая крепкая, характером была собака. Вот я ее выбрал себе. И вот долгое время с ней работал, пока не списали. Я ее списал и также ее забрал домой на пенсию. На пенсию собаки из силовых структур уходят после 8 лет службы. Если она личная, то ее забирает домой сам специалист. А если принадлежит Центру кинологической службы, она там же и остается. В это время четвероногих полностью обеспечивает государство. А у вас были случаи, когда собака вас подводила или никогда? Честно сказать, такого у нас не было, чтобы моя личная собака подводила. Потому что она, если собака непригодна, ее списывают. Честно говоря, у меня даже в списании не было собак. Главное, хороший отбор собаки и правильное воспитание. Если вдруг собака непригодна, по каким-то критериям ее списывают. Но в моей практике такого не было. Потому что если ты правильно подбираешь собаку, отбираешь для себя лично, и правильно ставишь дрессировку, то она никогда не подводит. Про весы кинолога одна из интересных, но в то же время и опасных. В идеале у специалиста должен быть сильный нрав, терпение, целенаправленность и гибкое сознание в крови. Студенты-юристы, для кого сегодня и были проведены показательные выступления, признаются, что, несмотря на всю увлекательность, не рискнули бы стать частью этого рода деятельности. Патимат Ханапова, Салман Гитихмая, телеканал ННТ, Махачкала.